Вся работа по монтажу вашего видео проходит внутри одного проекта. По сути проект это файл специального формата, в котором записываются все метки и команды. То есть, когда вы монтируете видео, вы размечаете начало и конец нужного вам фрагмента с точностью до кадра, где должен быть такой-то звук, кадр или эффект. Внутри самого проекта, премьера, хранятся только списки файлов с метками и команды. А все исходные видео и аудиофайлы остаются в папках, куда вы их изначально и положили. Исходники не изменяются и остаются точно такими же, как и до монтажа. Создадим первый проект. Запускаем программу. Окно приветствия отображается только если премьер запущен впервые или кто-то позже не снял вот эту галочку «Показать окно приветствия при старте». Если окно не появляется или вы отключили галочку, то создать проект можно и другими способами. Окно приветствия позволяет не только создать проект, но и открыть проект, над которым работали совсем недавно. Первая группа кнопок для синхронизации с облачным сервисом Creative Cloud. Для этого нужно залогиниться, но для работы это не обязательно. Вторая группа кнопок — это четыре проекта, с которыми работали совсем недавно. Отображаются только самые свежие измененные проекты. Если вашего проекта нет в списке, то выбираем «Открыть проект» и указываем место, откуда его нужно загрузить в программе. Эта группа — блок ссылок на справку. New Project — создать новый чистый проект. Выберем ее. Это окно настройки проекта. Указываем имя проекта. Всегда называйте свой проект. Поверьте, позже у вас их будет не один десяток, и будет сложно разобраться без нормальных имен, что и где у вас находится. Location — папка, где будет храниться проект. Здесь есть список быстрого выбора нужной папки, если вы недавно ей пользовались. Также можно указать любое другое место на вашем жестком диске, где будет храниться ваш файл проекта. Вкладку General — «Общие» необходимо настроить один раз и навсегда. В пункте средства рендеринга — «Просчета», если он активен, желательно выставить GPU-акселератор. Это означает, что обрабатывать видео в программе будет не только центральный процессор, но и процессор вашей видеокарты. Скорость работы программы при этом значительно возрастет. Но не во всех системах видеокарта способна обрабатывать видео в программе монтажа Premiere Pro. Тогда выбор просто не предоставляется, и все вычисления производит только процессор компьютера. Пункт «Дисплей-формат» — формат отображения видео. Удобнее оставить тайм-код. То есть, отмерять кадры при монтаже мы будем с помощью временной шкалы. Напоминаю, в видеопроизводстве длительность измеряют в часах, минутах, секундах и кадрах. Никаких долей секунды нет. При монтаже фильмов часто для удобства все измеряют просто в кадрах, фреймах, без секунд и минут. Аудиошкалу выбираем Audio Samples. Последний пункт «Захват видео» предназначен для выбора формата захвата картинки с ленты. Но для этого нужно снимать видео на магнитную ленту. Сейчас этого практически никто не делает. Опция потихонечку отмирает сама собой. Вторая вкладка «Рабочие диски». Здесь можно указать пути, где будут храниться временные файлы для проекта. Сразу выставляйте везде CMS Project. Это означает «Сохранить там, где проект». Ваш проект должен лежать в своей папке, и в нее программа будет сохранять все временные файлы. То есть, по окончании работы над проектом и его выводом, вы удалите все – и мусор от монтажа, и проект. Так как это будет лежать в одном месте, а не разбросано по всей системе. Конечно, можно выбрать и другое место хранения для каждого из пунктов. Какие именно пункты? Захваченное самой программы из пленки видео. Захваченное аудио. Например, записанный на микрофон ваш текст прямо в программу Premiere. Будет создан аудиофайл, и он сохранится в папке с проектом. Файлы предпросмотра видео и аудио создаются программой для более быстрой и комфортной работы в проекте. Это так называемый пререндер. И автосохранение проекта. Для безопасности Premiere автоматически сохраняет копии проекта во время работы. Складывать он их будет в указанную вами папку. Настройка завершена. Жмем ОК. Далее будем изучать интерфейс программы.